В продолжение футбольной темы, чемпионат Беларуси среди юношей не старше 19 лет подходит к своему завершению. На чемпионские титулы, а также на право представить Беларусь в юношеской лиге Европы претендует Минская Динамо и Шахтер, которые встретились друг с другом в матче 33-го тура. Победи Белы-Голубые чемпион определился бы досрочно, но фортуна на этот раз благоволила горнякам. Продолжит тему Юлия Селепицкая. За них болели фаны и красивые девушки, однако для победы этого оказалось недостаточно. И синие-белые, которые были в шаге от чемпионского титула досрочно, вынуждены будут доверстывать упущенное в Мозыре, где 4 июля встретятся с местной славией в 34-м туре. Динамо сможет победить за счет своего состава 11 человек, которые достойны быть даже в основе Динамо. Они обретут командный дух и, я думаю, выйдут на поле. Там играет мой очень хороший друг. И вот я хочу, чтобы они выиграли. Шахтер ликовал. Вторая 45-минутка оказалась за подопечными Ивана Крутого. Итоговый счет 2-0 в пользу горняков, которые сорвали амбициозные планы динамовцев. Юношеская лига чемпионов и теперь элитный европейский турнир стал грезами и для шахтера. Однако прежде им предстоит встреча с новополоцким нафтаном. И существует расклад, при котором лидеров ожидает золотой матч. Все решится, я думаю, что в золотом матче. Поэтому это такой маленький шажочек для крупной победы. Знали, что сегодня будет самая важная игра в сезоне. Работали и не зря работали, получается. Записав свой актив 3 очка, шахтер пока опередил. Динамо по разнице забитых и пропущенных мячей. Но разрешится все только в заключительном туре. Ну что, значит, мы сами себе усложнили жизнь. Значит, будем готовиться к золотому матчу. И, значит, тем интереснее турнир будет. Интрига. Белорусскому представительству быть в юношеской лиге чемпионов, однако, кто представит нашу страну, пока неизвестно.